Добрый утро, дорогие друзья! Итак, перед нами снова Шаббат. Шаббат недельной главы Иваешев. И знаете, что все, что произошло с продажей Йосифа братьями и многое другое, часто зависит просто от такого нехорошего чувства, как зависть. Вы знаете, бывают люди смотрят друг на друга, видят там, видят у него машина больше, или дом больше, или там собака-то более красивая. Я знаю, что они там придумывают себе. Таким людям надо знать один секрет. Вы видите только одну часть. Когда у человека больше чего-то, так устранят мир, что у него цурасов тоже больше, но в каком-то другом вопросе. Просто вы этого не знаете. Маленькую майсу расскажу. Один человек первый раз увидел на базаре увеличительное стекло. Посмотрел, так глупо, такая попросил объяснить, для чего она нужна. Ему сказали, что стекло все увеличивает. Он страшно обрадовался, потому что у него вот такую штуку вообще, что делать я сказал давно, у него проблема. Дело в том, что во двор вот у него, его повозка с сеном не проезжает, доставляет ему неудобства. Когда он на телеге въезжает, то и останавливается перед воротом, и сгружает сено, потом проезжает опять, ну короче, лишнее много работы. А у соседа, у соседа, вот там совсем повыше. Он думает, все, теперь я буду такой же. И тут такое чудесное стекло. Накрусил телегу, поехал смотреть, домой подъезжает к воротам, смотрит стекло, да, действительно, ворота увеличиваются, так вот хорошо. Разгоняет лошадей, ба-бах, все, попадало, все. Короче, что-то тут не то. На следующей неделе едет опять на ярмарку, приезжает, говорит, что безобразие, ты продал мне бракованное стекло. Оказалось, что ворота увеличились, и все равно не проходит. Ему продавец отвечает, нет, стекло работает, но ты не забываешь, что надо смотреть в обе стороны, сюда и сюда. Если увеличивается ворота, увеличивается и сток сена. Это маленькая вещь, в которую надо вдуматься. Написано, что зависть одно из самых худших чувств. Да и вообще надо смотреть на мир какими-то добрыми глазами, радоваться тому, что есть, радоваться тому, что ты вообще видишь, радоваться вставшему вот сегодня свету появившемуся. Всему надо радоваться. Если ты видишь человека вечного в печали, желчного, ворчащего, то всегда знай, во-первых, у него больная душа, во-вторых, он считает, что Всевышний у него в долгу. И ему что-то недодал, что-то недооценил. Он все время мучается. А если он веселый, значит он думает, что получил даже больше, чем полагается, и Всевышний щедр к нему, великодушен. Поэтому говорят, служите Всевышнему в радости, не будьте неблагодарными, не ходите за ним с мрачными лицами, как за должником. Он нам ничего не должен, а вот мы ему должны. Сейчас опять два слова в субботе нельзя, шаббат это святое дело. Знаете, написано в наших книгах, что в шаббат надо времени больше уделить молитве, выполнению заповедей, размышлению, отдыху, обращением с домашними. Проведенная должным образом суббота является излечением для души и тела, написано в кабале. Но даже если после шаббата проходит, точнее шаббат, его лечение заканчивается, написано в кабале, не сразу. Написано в гуморе, кстати, трактата шаббат, если кто не верит, страница 119. Горячее на исходе шаббата излечивает человека. То есть нужно выпить горячий напиток, или съесть какой-то горячий продукт, или какую-то ванну горячую после субботы. Написано, что это помогает для оздоровления. Наши мудрецы приводят еще один обычай. Если набрать питьевую воду из источника, именно на исходе шаббата, то это очень и очень полезная вода. Почему? Причина этого совета кроется в истории рождения еврейского народа. После исхода из Египта сыны Израиля ходили по пустыне 40 лет. Медраж говорит нам, что все эти годы их сопровождал чудесный колодец Мирьям, называется, в котором была невероятная вода. Так вот этот колодец уходит на шаббат и приходит ко всем источникам и родникам в мире только после окончания субботы. Тот человек, которому повезет, и он выпьет воды, которая в эту секунду, в эту миллисекунду заполняется, ну, является в этом источнику, сразу излечивается от всех болезней. Я ничего не обещал. Я только цитирую тех мудрецов, которые всегда правы. Есть немного других причин любить и уважать субботу. Мы все дни отсчитываем от субботы. Мы живем от субботы до субботы. Шаббат шалом, брахавы от слаха. Спасибо за субботу.